Здравствуйте, дорогие друзья! Я Людмила, Эстония и город Сталин. И еще раз привет вам из внесолнечного Таллина. Из внесолнечного Таллина. Я опять одела кортку потеплее, одела шапку, перчатки. В общем, у нас сейчас показывает минус 2. Минус 2, ветер сильнющий. Утром пришла к машине, машина была вся обледенелая. Вчера был дождь сильный. Получила я, в общем, летние блузочки. Муж смеется, говорит, ты уже звонила на работу. Узнала, говорит, как там твои летние блузки, продаются или нет. В общем, абсурдная такая ситуация. Готовишься к лету, готовишься к теплу. А тут получается, что надо обратно... Я только вчера убрала теплые шапки, там остатки теплых шапок. Штук 10, наверное. Я их убрала. Думаю, ну кто их будет покупать уже? Уже ведь это самое. Уже ведь тепло. Вчера, значит, ехали наши знакомые из Вильнюса. И говорит, что в Вильнюсе было 24. В Латвии было, значит, в Риге было 12. А приехали сюда, было 2 градуса. Ну, а сейчас минус 2. Минус 2. Ну, в общем, что... У меня сегодня был такой план. Значит, я говорила вам, что у меня на питуньях какие-то мошки позавелись. Черные мошки. В общем, ни разу, ни разу в жизни у меня не было черных мошек. Нет, когда-то были на домашних цветах. Но я помню, что эти цветы я даже выбросила тогда. А сейчас на рассаде. И, конечно, я очень переживаю. Потому что рассада уже достаточно большая. Я ее обрывала несколько раз. Ну, это прищипывала, да. В общем, купила я сейчас такое вот средство. 6,91. Но не знаю, если честно. Здесь написано, что натуральное средство для борьбы с вредителями. И какие-то даже эти самые белокрылки, какие-то штучки здесь нарисованы. Но я, честно, не уверена, поможет или нет. Я объездила три... Три магазина объездила. И вот сейчас я здесь на Старонарском шоссе купила вот это средство. Ну, буду пробовать, как говорится, спасать растения. И что еще? Еще я купила таз. Еще я купила таз. Обычный таз. Белый. Вот. Ну, в общем, съездили мы, приехали. Довольные, уставшие. Меня часто спрашивают, знаете, вот, ну, мы же все-таки ездим в эти... В автобусные. Ой, сейчас я. Все, все, все. Только машина постояла и все. Все обледеневшие. Часто, ну, часто, не часто, но ездим все-таки в какие-то мы поездки, да. И меня спрашивают, что... Ну, ведь это же очень тяжело. Это же ведь долго ехать. Например, мы ехали 1100 километров. И, получается, с 7 утра, я вам говорила, с 7 утра до 11 вечера. Он поворачивает. Грузовичок. До 11 вечера. Ну, конечно, это все дело, так сказать, устаешь. Устаешь. Но мы сможем, как сказать, легки на подъем. И мы считаем, что, ну, лучше получить какие-то новые эмоции, новые впечатления, чем сидеть дома и ныть, как тебе хреново. Как тебе это самое. Поэтому, конечно, усталость действительно, ну, как сказать, присутствует. Тем более, когда у тебя уже там возраст постарше и ноги отекают. Потом утром вместо ног все это в лицо. Вся эта самая, вся эта опухоль. Ну, короче говоря, полный автобус был людей гораздо старше, чем я. Женщины ездят, отдыхают. Очень все довольны, что выезжают. Вот. Ну, в общем, в общем, съездили все. Мы, это самое, мы довольны, мы довольны. Приехали. Сейчас будет дачная, ну, дачи бы начать заниматься. Так, посмотрите, куда снег. Снег. Ну, просто не знаю теперь, когда это будет, когда это будет теплом. Ну, в общем, пошла. Я хотела сделать пирог с камбалой. Но камбала была не ахти. Какая-то была трех видов, трех или как, трех сортов. Была какая-то американская, очищенное филе. Слишком такие дохленькие. Ну, камбала сама по себе, конечно, худенькая. Вот. Такие дохленькие. Потом была камбала голландская тоже. Значит, самая дешевая была 5,90 филе за килограмм. Это очень мелкие. И 6,90. Ну, в общем, стояла, стояла. Я смотрела на эту камбалу и купила треску. Но тоже замороженную купила. Филе. И еще баночку тунца купила. И сейчас хочу сделать все-таки пирог. Хотя утром говорила мужу, что, Ваня, я сегодня готовить ничего не буду. Он вчера был дома. Он, значит, нажарил миноги. Он нажарил корюшки. Он икры... корюш... корюшковные... корюшковные икры нажарил. Он насолил кильки. Вот. И, в общем, у нас, так сказать, рыбное... рыбное меню у нас. Все это было очень вкусно. Но сегодня я решила еще сделать пирог. Хотела я делать пирог из песочного теста, а сделаю из дрожжевого. Молока у меня нет. Есть кефир. В общем, на кефир сейчас приду и поставлю. Вот. В общем, вот такие сегодня у нас дела. Начинаются обычные будни. Ну, думаю, куда бы еще съездить. Правда, мужу боюсь даже озвучить. Он после Франции, конечно, он устал. Он сразу же... Ну, просто Франция не это самое... Неожиданно, так сказать, появилась в нашем расписании. Он не планировал. Была запланирована эта поездка в этот... в Данск. Вот. Ну, в общем, Данск нам понравился. Все было достаточно... достаточно хорошо. Все нам... Ну, в общем, все. Поездка, в общем, поездка мы... поездка мы довольны. Тем более была хорошая погода. Это вообще просто прелесть. Нет, в Данске утром был дождик. Шел. Не сильный, правда, но шел. Поэтому мне неудобно было снимать. У меня этот самый штатив в руках и зонт, короче. Но потом распогодилось. Вот. Ну, в общем, ладно, девочки, мальчики. Сейчас я поеду на стоянку припаркую машину. И... и что еще? И поедем пить пирог. А, у нас еще есть еще макароны и соус с креветками. Короче говоря, одна рыба у нас тут. Одна рыба. Так. И я сюда за вами. Так-так-так-так-так-так-так. Одна рыба. Поехали печь. Субтитры делал DimaTorok Так, девочки, мальчики, приступим. В общем, соль, сахар я насыпала. Сахара у меня 4 чайные ложки, или, можно сказать, 1 столовая. И чайная ложка соли, но сильно-сильно-сильно прямо стряхнула. В общем, не полную. Теперь я взяла кефир, подогрела, потому что у меня кефир был из холодильника. У меня здесь пол-литра кефира. Тёпленький такой. Кефирчик. Так, мы это всё размешаем. Вот наша рыбка. Она ещё замороженная. Здесь у меня трески, где-то полкило. Так, значит, все это всё помешаем. Так, значит, это всё у нас размешано. Добавляем примерно 100 мл растительного масла. Вот так вот. И опять это всё размешиваем. Так, муку просеиваем. Добавляем не всю сразу муку, а частями. Вот так вот. Раз, 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 раз. Теперь сюда добавляем, ой, добавляем дрожжи. Я пользуюсь всегда только сухими дрожжами. Всё. 11 грамм. Размешиваем. Так, добавляем ещё. Так, вот вымесили. Получилось вот такое вот тесто. Сейчас добавим ещё чуть-чуть муки. Ой. Ай, крышка открылась. Крышка открылась. И теперь рукой. Так. Оставляем на столе на час, чтобы оно подошло. Так, ребята, вот наша рыбка. Она еще не до конца у меня разморозилась. Еще такая, как бы сказать, внутри подмороженная. Но я ее помыла, ополоснула и резать я, скорее всего, не буду. Я добавлю сейчас вот эту кастрюльку. Налью буквально, так как она еще замороженная, я добавлю, ну, миллилитров сто воды, посолю и поставлю чуть-чуть, как бы припущу, да, ну, подварю слегка. Так, включаем плиту, добавляем буквально немножко воды. Вот так, наверное, даже меньше, чем 100 грамм, 100 миллилитров. И немножко соли. Ну, солим, конечно, все по своему вкусу, да. Так, ложку, наверное. Так, чайную ложку соли. Все. Ждем, когда закипит. Так, а тем временем берем большую луковицу и нарезаем. Ну, так как кому нравится, можно взять и две луковички даже. Я так достаточно крупно порежу. Так, закипела наша рыбка. Нам надо ее теперь помешать и накрыть крышечкой. Видите, воды как мало. Тем временем ставим сковородочку на плиту. Наливаем немножечко, чуть-чуть растительного масла. Добавляем сливочного масла. У нас новые соседи. И теперь сверлят, ремонт делают. Делают на пятом этаже. А мы на втором, и все слышно. Так, ну вот сколько? Не знаю, грамм 20, наверное. Сливочного масла добавила. Так, сейчас мы здесь обжарим лучок. Измельчила вот зубчик чесночка. Сюда. И весь лучок. Смотрите, с момента закипания прошло 6 минут. Воды стало гораздо больше. Значит, очень много было льда. Сейчас я процежу эту рыбу. Так, ребятки, какая наша задача? Значит, начинка остыла полностью. Я порезала 2 вареных яйца еще сюда. Поперчила как следует. Тут, конечно, все, как говорится, по своему вкусу. И что еще я добавлю? Я добавлю банку тунца сюда. Тунца. Ну, надо, чтобы было не очень сухо, но и не очень мокро. Я вот все добавлю. У меня тунец в собственном соку. Можно, конечно, добавить в масле. Вот. Сейчас мы это все размешаем. Тесто наше уже подошло. Вот так вот. Пробуем на соль. Так, тесто. Делим его на 2 части. Я, вернее, буду делить на 2 части. Так. Так, 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 так. И раскатываем в такую овальную лепешечку. Лепешечку. Так. Как-то, как-то вот так. Ну вот, приготовили, приготовили скелет рыбы. Скелет рыбы. Теперь мы сюда выкладываем эту нашу начинку. Помешали ее еще как следует. Делим на 2 пирога. Так. Так. Наверное, достаточно. На 2 пирога еще надо оставить. Так. Так, оторвалось. Тесто очень нежное получается. Так. И как-то так. Опа. И опа. И опа. Сейчас мы вот так вот и состряпаем пирожочек. Пирожочек. Так. Так. Будем еще туда резать одну. Другую. Ой, оторвало. Ну, ничего страшного. Оторвало. Так оторвало. Залепим. Если оторвало. Оторвало. Вот так вот. О, сверлит опять. Так. Так обрежем. Так обрежем. Вот так вот. Вот так вот. О, почти рыба. Видите? Тут у нее плавники. О. Теперь сюда глазку надо какую-то, наверное, сделать. Можешь сюда положить. И. Так. Так. А сюда добавим масло за холодное. Вот так, наверное. Предостаточно. Так. И просто закроем. Так. Так. Ну, ребятки, как вам моя рыба? Как вам моя рыба? Здесь я не смазывала. И масла не добавляла. Но сверху я все равно маслицем смажу. А второй стоит в духовке. Тут пожирнее будет. Так. Как следует. Промажем. Шкварчит, шкварчит наш пирожочек. Видите, я здесь бумагу смазала растительным маслом. И вот вовнутрь добавила сливочное масло. Сейчас еще сверху смажу. Буду ждать мужа. Так, ну что. От головы. Да это я сама с самой или с камерой говорю. Да. Детям бы отвезти. Детям. Детям. Да-да-да-да-да-н. Детям bonne. Детям. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok